Всех представителей знака Зодиака Рыбы рады вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лецер и в текущем видео будем с вами разбирать терраскоп на август 2018 года. Как всегда, карты нам покажут общую атмосферу месяца, какие события наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты вам покажут совет, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории. Проиграться однозначно для всех он в принципе не может. Плюс многим из вас необходимо смотреть терраскопы не только по знаку Зодиака, но и по знаку своего асцендента на тайной карте. Во время расклада проговаривайте про себя ваше имя и дату рождения. Ну и давайте смотреть, что же вас ожидает в августе. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Так, но здесь у вас какие-то переживания, стрессы, бессонные ночи. Здесь в целом может быть сама по себе ситуация. Вот что такое девятка мечей? Это либо страх перед обследованием, либо страх за кого-то или за что-то. Но я вам скажу честно, по девятке мечей эти переживания беспочвенные. Потому что это то, что вы нагнетаете в себе сами. Да, это связано с вашей эмоциональной перегрузкой, вашими стрессами, какими-то негативными факторами, которые на вас влияют. Но самое главное, это идет эмоциональное истощение. То есть в первую очередь вам нужен отдых. Правильный режим дня, режим питания. И вот тогда у вас будет постепенно все налаживаться. Не будет вот этих вот и бессонных ночей, не будет эта вот бессонница, которая вас мучает. Ну и собственно каких-то вот панических атак, которые у вас могут присутствовать по этой карте. Так, что вас ожидает в плане работы? Так, перевернутый пашпинтакль. Сама по себе ситуация, когда у вас идет нехватка опыта. Здесь ваша задача повысить свое мастерство. Но либо вот из-за этих переживаний у вас будет отсутствие желания что-то менять, что-то делать. Вы знаете, когда вот вы истощены и не хочется ни работать, ни вкладываться, ни что-то развивать. Хочется просто эмоционально отдохнуть, развеяться, привести в порядок себя, свои чувства и мысли. И только после этого во что-то вкладываться. С позиции, если вы безработный на текущий момент, перевернутый пашпинтакль указывает, что у вас завышены требования. То есть ваша квалификация, ваш опыт не соответствует той должности, на которую вы претендуете. Ну, не знаю, вот были вы бухгалтером, да, стали претендовать на начальника экономического отдела. То есть здесь нужно набраться опыта, какого-то мастерства, либо пройти курсы, какие-то тренинги, какие-то мастер-классы, чтобы поднять свой профессионализм. Что вас ожидает в плане финансов? Так, в плане финансов умеренность. Ну, это, знаете, как говорю, ровно. То есть, по сути, та прибыль, которая у вас была, она останется на том же уровне, но, тем не менее, спада денежного здесь нет. То есть это ровный, стабильный доход, как я говорю, от зарплаты до зарплаты, без каких-то скачков, потому что карта умеренности, она никогда не предвещает прибыль. Она говорит о ситуации, ну, как, застоя. То есть все останется так, как и было прежде. Нет здесь ни колоссальных расходов и нет здесь каких-то колоссальных доходов. Все ровно, все стабильно и без изменений. Так, что вас ожидает в плане здоровья? В плане здоровья карта императора. На самом деле, аркан крепкого здоровья, уверенности в себе, укрепление своих позиций. Если у вас все-таки были какие-то заболевания, это резкое улучшение здоровья, это, знаете, как могут быть какие-то меры направлены на укрепление здоровья, то есть и гимнастики, и массажи, либо какие-то в целом профилактические процедуры, начиная и, не знаю, там, оздоровительных иглоукалываний, и капельницы, и могут быть вопросы косметологии, стоматологии, в общем, все то, что укрепляет и улучшает как вас изнутри, так и внешне. То есть по императору здесь у вас все будет замечательно. Что вас ожидает в плане личных взаимоотношений? Здесь у нас падает королева мечей. Ну, по королеве мечей, это, знаете, вообще карта женщины либо одинокой, либо женщины властной. То есть если вы состоите в отношениях, это ситуация холода, это ситуация отчуждения, такой глубокой душевно-эмоциональной раны и, знаете, сильной эмоциональной закрытости. Когда вы полностью контролируете свои эмоции, не желаете их выпускать наружу, вы все это давите, перевариваете в себе. И вот это вам вылазит вашими бессонными ночами, вашими спазмами, головными болями, мигрениями и так далее. Вот этого делать нельзя. Проговаривайте все, что у вас наболело, накипело, не в эмоциональной форме, может, как-то более мягкой, чтобы не даваться в сырыму, но тем не менее, давить в себе обиду, какую-то злость или агрессию вам нельзя. Ну вот сама по себе ситуация, это карта, как я говорю, холода в отношениях. Когда вам просто не до партнера, у вас есть более значимые планы, какие-то перспективы, которые вы желаете реализовать. Это, ну, если смотрят женщины, если смотрят мужчины, то это холод и отчуждение со стороны вашей партнерши. Если на текущий момент вы одиноки, то ситуация в августе месяце здесь не изменится, то есть она останется таковой. Так, и карта совет. Что же вам советуют карты? Перевернута восьмерка кубков. Карта вам четко говорит. Не ревите, не переживайте, потому что в прямом положении это какой-то, знаете, резкий уход, а в перевернутом это осознанный уход от проблем, от наболевших ситуаций, от всего того, что вас гнетет или каким-то образом беспокоит. Восьмерка кубков в перевернутом положении очень часто это карта каких-то неожиданных сюрпризов, подарков, радостных новостей, либо же путешествий. Неважно, пусть она короткие какое-то расстояние, с города в город, либо поездка на природу, но вместе с тем. Восьмерка кубков это карта путешествий. И с позиции совета Арханг вам четко советует отвлечься. Отвлечься от суеты. Возможно, поехать на отдых, каким-то образом развеяться. Это вам необходимо для того, чтобы привести в гармонию свое эмоциональное состояние. Потому что не сделав этого, вы по-прежнему, знаете, будете вот таким вот подгнетом обстоятельств, социума, семейных каких-то проблем и так далее. Потому что это карта поглощенности процесса, ради достижения окончательного успеха. И как вам говорит Арханг, нет никакого смысла сидеть и страдать от того, что ничего не получается, или что-то не нравится, или то, что ничего не меняется в вашей жизни. Намного более правильно просто взять себя в руки и предпринять усилия для изменения ситуации. Но это, как говорит Арханг, если вы не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. На чем хочу взять акцент? Что смотрите, не могу сказать, что месяц проходящий, относительно значимый. Здесь вы четко будете поправлять свое здоровье и, возможно, кстати, финансово вкладываться в здоровье. Для его улучшения, для его укрепления. Поэтому месяц у вас, не считаю негативный месяц, положительный в своих аспектах. Это все решение проблем и здоровья, и решение проблем с вашей учебой, обучением, повышением квалификации, и в целом, знаете, переведение себя в порядок. Будете себя собирать по кусочкам. Чего вам искренне и желаю. То есть собраться и развиваться. Вот такой вышел расклад. Ну, а для тех, кто хочет получить индивидуальные консультации на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я вас благодарю за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok